Он возвращает инструмент в мировой позиции. Префронтальная лоботомия – операция, разработанная португальским нейрохирургом Эгошем Монишем в 1935 году и апробированная им в 1936 году. В ходе хирургического вмешательства в черепе просверливалось отверстие, через которое в мозг с помощью проводника вводилась петля и вращательными движениями совершалось рассечение белого вещества, которое как мост соединяло передний отдел больших полушарий мозга с другими его отделами в результате чего одна из долей головного мозга отделялась от остальных областей либо иссякалась вовсе. После первой сотни операций Мониш провел наблюдение за пациентами и сделал субъективный вывод об успехе своей разработки. О своем методе лечения нейрохирург говорил следующим образом. Предполагалось, что пациентам после такой операции ставится диагноз «синдром лобной доли». Это снижение ответственности, самоконтроля, творческой активности, эгоцентризм, снижение памяти, обучаемости, концентрации внимания и падение интеллекта, неизбежная эмоциональная уплощенность, апатия, заторможенность. Мониш предлагал этот метод для безнадежных, представляющих социальную угрозу пациентов. Считалось, что это даст им возможность выйти за стены специализированных учреждений. Однако на практике метод очень быстро стал использоваться при депрессиях, неврозах и по отношению к трудным детям. К середине прошлого века лоботомия стала неслыханно популярной процедурой. Она практиковалась в Великобритании, в Японии, в США и во многих европейских странах. Но вместе с этим лоботомия вызывала неодобрение среди современников Мониша, писавших о том, что фактический результат такой операции – это деградация личности. Но несмотря на кажущуюся противоречивость, Нобелевский комитет посчитал лоботомию открытием, которое опережало свое время. В 1949 году Эгош Мониш получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях. Впоследствии родственники некоторых пациентов обращались с просьбой отменить награду, так как лоботомия наносила непоправимый вред здоровью больного и в целом являлась варварской практикой. Но порошение было отклонено. Популяризатором и настоящим фанатом лоботомии можно считать американского психиатра Уолтера Джеймса Фримена, разработавшего новую технику трансорбитальной лоботомии. Теперь не требовалось сверлить череп пациента. Зауженный конец тонкого хирургического инструмента помещали на глазничную поверхность лобной кости и с помощью хирургического молотка пробивал тонкий слой кости и вводил инструменты в мозг. После этого движением рукоятки ножа рассекались волокна лобных долей головного мозга. Если Мониш утверждал, что лейкотомия это крайняя мера, то доктор Уолтер Фримен считал лоботомию средством от всех проблем, включая свою нравность и агрессивный характер. Он полагал, что лоботомия исключает эмоциональную составляющую и тем самым улучшает поведение пациентов. Фримен поставил дело на поток и сделал его достоянием общественности. Масштабы этой деятельности воистину впечатляют. За всю свою жизнь он прооперировал около 4 тысяч человек. Настоящий успех к Фримену пришел к середине Второй мировой войны, когда число операций пошло на третью сотню. Из-за стресса количество пациентов психиатрических клиник выросло в разы и грозило опустошить бюджет. Дешевая операция, практикуемая Фрименом, оказалась крайне востребованной. Уменьшению стоимости поспособствовало то, что лейкотом, использовавшийся для разделения мозгового вещества, во время одной из операций не выдержал и сломался в черепной коробке больного. В качестве альтернативы Фримен стал использовать во время операции нож для колки льда со своей кухни. Впоследствии Ваутер Фримен понял, что нож для колки льда отлично подходит для лоботомии, и поэтому доктор спроектировал новый медицинский инструмент по этому образцу – орбитокласт, который имел заостренный конец с одной стороны и ручку с другой. На острие было нанесено деление для контроля глубины проникновения. Фримен превратил операцию в настоящее шоу, причем весьма недорогое – всего 25 долларов. Врач брал именно количеством пациентов. В газетах писали о хирургическом театре Уолтера Фримена, что уже говорит о театрализованности процедуры. Фактически, это были гастроли, он объездил 23 штата на своем фургончике. Каждая операция становилась своеобразным представлением или мастер-классом. Среди многочисленных пациентов-врача были даже 19 несовершеннолетних, в том числе 4-летний ребенок. Известно об одном погибшем во время фотосессии, позируя во время операции, Фримен слишком глубоко загнал в череп нож для колки льда. Показательная в этом отношении история Говарда Далли. Его подвергли лоботомии в возрасте 13 лет, по настоянию мачехи. Та не могла справиться с чрезмерно активным ребенком, в действительности не имевшим никаких психических отклонений. Далли дожил до преклонных лет и смог описать свой травмирующий опыт в книге «Моя лоботомия». Самым знаменитым пациентом доктора Фримена стала Розмари Кеннеди, третий ребенок Джозефа и Роза Кеннеди. Полученная при рождении травма, кислородное голодание вследствие асфиксии, стала причиной отставания Розмари в развитии. Девочка плохо училась и в 15 лет читала и писала на уровне ученицы 4-го класса. Ее IQ колебался между 60 и 70, и с каждым годом ее отставание от сверстниц становилось все заметнее. В 1941 году Джозеф Кеннеди обратился к Фримену и его напарнику, нейрохирургу Джеймсу Уотсу, практиковавшими новый метод лечения, который гарантировали успокоение, перепад в настроении и прекращение вспышек агрессии. Во время операции Розмари просили цитировать молитвы, а также считать в обратном направлении. Когда она начала говорить бессвязно, врачи остановились. После операции состояние девочки сильно ухудшилось. Ее умственное развитие деградировало до уровня двухлетнего ребенка. Она перестала узнавать окружающих, ее речь стала бессвязной. Несколько лет она прожила в частной психиатрической клинике Крейг Хаус, а затем семья купила ей дом, где она и прожила всю свою оставшуюся жизнь. А жизнь эта была очень долгой. Розмари Кеннеди умерла в 2005 году в возрасте 86 лет на руках у своей любимой сестры Юнис. В СССР новый метод лечения использовался относительно редко. Первая операция была проведена сравнительно поздно по сравнению с США в 1944 году. Но уже в 1949 году было принято решение о предельном ограничении подобных операций. Через год лоботомия подверглась осуждению. От коллектива газеты «Правда» поступило письмо, где данная операция подвергалась жестокой критике. В результате обсуждений лоботомия была запрещена из-за недостаточности научных данных и общей сомнительности метода. Но несмотря на это, операция была усовершенствована. Советский нейрохирург Борис Григорьевич Егоров предложил использовать костно-пластическую трепанацию вместо доступа через глазницу. Егоров объяснял, что трепанация позволит точнее ориентироваться в определении области хирургического вмешательства. Вся история лоботомии в СССР заняла 6 лет, в то время как в США лоботомию проводили вплоть до конца 60-х, несмотря на неоднократные протесты научной общественности. Лоботомия, несмотря на первоначальные надежды, стала символом медицинских ошибок прошлого. Ее применение распространилось быстро, но принесло катастрофические последствия. Пациенты теряли личность, становились инвалидами, а иногда умирали. Хотя лоботомия считалась решением для лечения психических расстройств, позже ее призвали варварской. Это показало опасности медицинских экспериментов, проведенных без должных исследований и контроля, оставив темное наследие в истории психиатрии. Ставь лайк этому видео и подписывайся на канал, впереди нас ждет много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok